В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета. В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета 14-20-27 декабря 2019 года. Обновлено 15-35-27 декабря 2019 года. Спутник. Обломки самолета. Фокер. 100 казахстанской авиакомпании. Бехер. Спутник. Нур-Султан. 27 Декрия новости. Рухнувший близ Алма-Аты самолет пропал с радара через минуту после взлета, сообщила пресс-служба Алма-Атинского аэропорта. Регистрация рейса началась в 5.35, окончилась в 6.35, посадка закончилась в 7.3, взлет в 7.21. Воздушное судно пропало с радара в 7.22, тревога была объявлена в 7.25. На пульт 103 вызов поступил в 7.43, говорится в сообщении. 13.35 крушение самолета в Алма-Ате. Крушение пассажирского самолета в Казахстане. Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники аэропорта служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, служба авиационной безопасности и медицинская служба. Сразу же началась эвакуация пассажиров. Самолет «Фокер» с той авиакомпании «Бехер» Алма-Атанур Султан потерпел крушение рано утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Всего на борту лайнера находилось 98 человек. По данным МВД Казахстана, 12 из них погибли, около 50 пострадали. Как заявил журналистом вице-премьер Роман Скляр, при взлете самолет дважды коснулся хвостом полосы. Это могла быть либо ошибка пилота, либо техническая неисправность. Авиакатастрофа в Казахстане Фото, КЧС МВД РК Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы. Один из двенадцати лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы. Фото, КЧС МВД РК Спутник Тимур Батыршин Пассажирка рейса рассказала, что раздался страшный звук и самолет полетел криво. Два из двенадцати пассажирка рейса рассказала, что раздался страшный звук и самолет полетел криво. Спутник Тимур Батыршин Спутник Тимур Батыршин Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием. Три из двенадцати машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием. Спутник. Тимур Батыршин. Комитет по ЧСМВД Казахстана. При крушении погибли 12 человек. 4 из 12 при крушении погибли 12 человек. Комитет по ЧСМВД Казахстана. Спутник. Тимур Батыршин. Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна. Второй пилот получил тяжелые травмы. 5 из 12. Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна. Второй пилот получил тяжелые травмы. Спутник. Тимур Батыршин. Спутник. Стрингер. В больнице Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе 9 детей. 6 из 12 в больнице Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе 9 детей. Спутник. Стрингер. Ройтерс. Павел Майкаев. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. 7 из 12 и 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Ройтерс. Павел Майкаев. Спутник. Тимур Батыршин. Россиян на борту разбившегося лайнера не было. 8 из 12 россиян на борту разбившегося лайнера не было. Спутник. Тимур Батыршин. Комитет по ЧСМВД Казахстана. На месте крушения найдены бортовые самописцы. 9 из 12 на месте крушения найдены бортовые самописцы. Комитет по ЧСМВД Казахстана. Спутник. Тимур Батыршин. Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности. 10 из 12 начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности. Спутник. Тимур Батыршин. Ройтез. Павел Майкайев. Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность. 11 из 12 возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность. Ройтез. Павел Майкайев. Спутник. Тимур Батыршин. Полеты самолетов. Фокер. Стои деятельность авиакомпании. Бехер. Приостановлены. 12 из 12 полеты самолетов. Фокер. Стои деятельность авиакомпании. Бехер. Приостановлены. Спутник. Тимур Батыршин. Один из 12 лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы. Фото. КЧС МВД РК-2 из 12 пассажирка рейса рассказала, что раздался страшный звук и самолет полетел криво. Спутник. Тимур Батыршин. Три из 12 машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием. Спутник. Тимур Батыршин. 4 из 12 при крушении погибли 12 человек. Комитет по ЧС МВД Казахстана. 5 из 12. Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна. Второй пилот получил тяжелые травмы. Спутник. Тимур Батыршин. 6 из 12 в больнице Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе 9 детей. Спутник. Стрингер. 7 из 12 и 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Ройтез. Павел Майкаев. 8 из 12 россиян на борту разбившегося лайнера не было. Спутник. Тимур Батыршин. 9 из 12 на месте крушения найдены бортовые самописцы. Комитет по ЧС МВД Казахстана. 10 из 12 начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности. Спутник. Тимур Батыршин. 11 из 12 возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность. Ройтез. Павел Майкаев. 12 из 12 полет и самолетов. Фокер. 100 и деятельность авиакомпании. Беккер. Приостановлены. Спутник. Тимур Батыршин.